21 июля церковь будет чествовать казанский образ Пресвятой Богородицы. О том, как готовиться к этому торжеству в городе, где в 1579 году была явлена святыня, расскажут наши коллеги. Особый трепет царит в Казани на территории Богородицкой обители и по всему городу. Приближается большое торжество. 20 и 21 июля – дни празднования явления чудотворного образа Пресвятой Богородицы в ограде Казани. Это произошло 443 года назад, и праздничная площадь выглядела, конечно, совсем иначе. В те годы жители буквально изнывали и страдали от пожаров. Юной девочке трижды явилась Божья Матерь и велела пойти на пепелище и извлечь ее образ из земли. Перед обретенным из земли образом стали служить молебны, ходить с ним крестными ходами. Слава о чудотворениях распространялась, и казанская икона быстро стала одной из самых почитаемых и любимых, как и сегодня. Время, в которое мы с вами сегодня переживаем, и которое полно многих трагических событий, а всегда во времена особых испытаний наш верующий человек прибегал к Божьей помощи, к Божественной поддержке, и особенно притекал к помощи Пресвятой Богородицы. Поэтому мы сегодня, как заступница усердной рода христианского, притекаем сегодня к этому месту ее явления, обращаемся к ней, как к здесь, находящейся вместе с нами, и просим ее великого благословения нашему народу, и особенно в день ее великого праздника, праздника Казанской иконы Божьей Матери. Прихожане Богородицкой обители Альберта Ксения рассказывают, что все нечаянные радости в их жизни по молитвам у казанского образа. Мой сын хотел поступить в Суворовское военное училище, в Казанское Суворовское военное училище. И я очень молилась, просила об этом Божью Матерь, и она услышала мои молитвы. Он поступил учиться, 7 лет отучился в Суворовском училище, и закончил его с отличием и золотой медалью. Еще одно чудо в нашей семье – это рождение. У меня второго ребенка, дочка, родилась. Мне 41 год, то есть для меня это чудо, что я в таком возрасте родила доченьку. Роды были очень тяжелые. Божья Матерь слышит, слышала мои молитвы. Ксения с супругом и маленькой Феодосией готовятся пройти крестным ходом и принять участие во всех торжествах. По праву, День Казанской иконы Божьей Матери является престольным праздником всего города. В грядущие дни будет отмечена годовщина великого события – освящение воссозданного собора. Церковь, построенная на месте обретения иконы, была взорвана в 1932 году. Монастырь передали подсветские нужды – от коммунальных квартир до табачной фабрики. Возрождение обители началось к началу XXI века. Важный год в истории также 2005-й. Именно тогда Казанской епархии передали ватиканский список иконы. Первоявленный был похищен и разрублен злоумышленниками ради наживы в 1904 году. Собор начали возрождать в 2016-м большой командой неравнодушных людей – правящие архиереи, первые лица республики, жители Татарстана и туристы, вне зависимости от национальности и религии. 21 июля 2021 года святейший патриарх Московский и всеяруси Кирилл осветил воссозданный величественный собор. И мир, сотворшим же здание сие и храма освящения, по любви к тебе Богу тщательно, оставление согрешений подашь. Ватиканский список утешил и воодушевил казанцев и приезжающих в город. К нему не ослабевают потоки молитвенников. Торжества в этот раз начнутся с всеночного бдения с Акафистом – 20 июля в соборе в 17.00. Утром 21 числа в четверг пройдет общегородской крестный ход из Благовещенского собора Казанского Кремля до места явления святыни – начало в 7.30. Затем в Казанском соборе в 9 часов утра состоится праздничная служба во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом и сонмом архиереев со всех уголков России. Петь за литургией будет хор Московского Срединского монастыря. Совсем скоро эта площадь наполнится многочисленными паломниками и прихожанами. Обитель с нетерпением ждет, чтобы вместе праздновать торжество. Кстати, именно на этой площади будет развернута фотовыставка. Она посвящена великому событию уже в новейшей истории – годовщине с освящением воссозданного Казанского собора патриархом Московским и всеяруси Кириллом. Всем желающим будет предложено окунуться в те радостные дни, в радостные воспоминания. Еще одним подарком для горожан в праздничный день, 21 июля, станет выступление хора Московского Срединского монастыря. Коллектив выступит неподалеку от опители вечером в 18.00 в парке «Черное озеро» абсолютно для всех. Ольга Павлова, Алексей Пчелов и Ирей Дмитрий Олегин. Казань.